Воин огня империи Тау. Егор Кошелев работал над экспонатом 20 часов. Создавал заготовку и оттачивал детали. Финальный этап – ручная роспись. Процесс кропотливый, но того стоит. В коллекции больше 150 фигур. Еще есть над чем работать, признается участник выставки «Миниатюра для творческой молодежи». Но впечатляют не только персонажи игровых вселенных. На витринах модели самолетов, кораблей и бронетехники разных эпох. Среди них есть и наши Одинцовские. Например, этот танк выпускался на фабрике игрушек в деревне Белозерова. А начиналось все с выставки миниатюр из игры «Великая отечественная война». В юбилейный пятый раз посетителей удивили интерактивной площадкой. Здесь футбол, хоккей, морской бой. Многим настольным играм уже более 50 лет. Вообще, честно говоря, мне очень нравятся подобные настольные игры, потому что каждый день, скажем, играть в них – это прям весело. Особенно, скажем, после учебы, после работы или сразу после всего. Это прям разрядка целая вместо видеоигр. Шесть витрин, более 600 экспонатов. Дальше – больше. Обещают организаторы. Увидеть своими глазами уникальные миниатюры может каждый. В Барвихинской школе выставка будет работать до середины января. Екатерина Крамор, Артём Ломоносов, телекомпания Одинцова.